Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 12-й беседе на послании к Ефесянам говорит о увещевании к подвигам добродетелей. Не так непристойно человеку быть нагим по телу, сколько быть обнаженным от добродетели. При телесной наготе его непристойное положение видят такие же рабы, а там это видят Господь и Ангелы. Скажи мне, если бы ты увидел кого-нибудь, идущим нагим по площади, не оскорбило ли бы это тебя? Что же сказать о тебе, когда ты ходишь без одежды добродетелей? Как простит нас Бог, если мы погубим эту одежду? Когда дьявол увидит кого-нибудь обнаженным от добродетели, тот час марает и чернит его лицо, наносит ему раны, делает и еще большее насилие. Обнажим себя от денег, чтобы не обнажиться от праведности. Одежда, состоящая в деньгах, повреждает одежду оправдания. Это одежда из тернии, и таковы эти тернии, что чем больше мы покрываемся ими, тем более совлекаемся истинной одеждой. Чувствительные удовольствия также лишают нас этой одежды, ибо они суть огонь, а такой огонь сжигает сию одежду. Богатство есть также моль, и как моль поедает все, и не щадит даже и шелковых одежд, так и богатство, не щадит нашей истинной одежды. И так оставим все это, дабы нам быть праведными, дабы облечься в нового человека добродетелей. Не оставим у себя ничего ветхого, ничего приходящего, ничего тленного. Добродетель не тяжела, не неудобно исполнима. Не видишь ли тех, которые проводят жизнь в горах, они оставляют и свои дома, и жен, и детей, и все свои занятия, и удалившись из мира, облекаются во вретище, заключают себя в тесной келье, и на этом не останавливаются, но изнуряют себя и постом, постоянным голодом. Если бы теперь я вам предложил все это, не отказались бы вы все от этого предложения. Не назвали ли вы такого дела трудным, но я не говорю, что вы непременно обязаны делать то. Я только желаю этого и отнюдь не поставлю своего желания законом для вас. Даже, что скажу еще, пользуясь и банями, и имея попечение отели, и ходи на площадь, имея у себя и дом, имея и даже слуг, употребляя и яства, и напитки, изгони только отовсюду горыстолюбие. Ибо оно составляет грех, когда выходит из надлежащих границ законного приобретения. Итак, горыстолюбие – ничто иное, как грех. И смотри, когда наш дух возмутится больше надлежащего, тогда, выйдя из себя, мы начинаем злословить. Тогда во всем поступаем несправедливо и с любовью к телу, к деньгам, к славе и ко всему другому. И не говори мне, что отшельники имели особенные силы к такой строгой жизни, ибо многие гораздо тебя слабее и богаче и изнеженнее вступали в эту суровую и скромную жизнь. И что говорю я о мужах? Девы, еще не достигшие двадцатилетнего возраста, проводившие все время в своих покоях, воспитанные в неге, почивавшие на мягких ложах, пропитанные благовониями, дорогими мастями, нежные по природе еще более сделавшиеся изнеженными от этих усердных о них попечений, не знавшие в продолжении целого дня другого занятия, как только украшать свою наружность, носить на себе золотые уборы и предаваться сластолюбию, не делавшие ничего даже сами для себя, но имевшие у себя множество приставленных к ним прислушниц, носившие на себе одежды еще более нежные, чем само их тело, употреблявшие тонкие и мягкие покрывала, постоянно наслаждавшиеся запахом роз и подобных благовоний. Эти девы, будучи внезапно объяты огнем Христовым, оставили всю эту роскошь и пышность, и забывшие о своей изнеженности, о своем возрасте, расстались со всеми этими удовольствиями и подобно храбрым борцам вступили на поприще подвигов. И, по-видимому, я хочу сказать нечто невероятное, однако ж это истина. Истина. Я слышал, будто эти столь нежные девы достигли такой строгости в жизни, что надевали на свои ноги и тела самые грубые волосиницы, что ноги их оставались босыми, и они имели своим ложем тростниковые прутья. Преимущественно же большую часть ночи они проводили без сна и уже не думали больше ни о благогонных мастях, ни о чем-либо другом из прежних прихотей. И даже оставляли в небрежении свою голову, обыкновенно составлявшую особенный предмет их попечения. Так что волосы заплетали просто и как-нибудь, лишь бы не нарушить благопристойности. Трапеза у них бывает только вечером. Трапеза, на которой нет ни трав, ни хлеба, а только семидал, бобы, горох, елей и сумоквы. Постоянно они заняты придением шерсти и имеют еще занятия гораздо труднейшие, чем какие имеют дома у них служанки. А именно, они взяли на себя труд лечить тела больных сестер, носить их одры, умывать им ноги. Многие из них занимаются и приготовлением пищи. Такую имеет силу огонь Христов. Так благое произволение превышает самую природу. Однако ж, ничего такого я не требую от вас. Потому что вы хотите, чтобы жены опередили вас в подвигах добродетели. По крайней мере, делайте то, что нетрудно. Удерживайте свою руку от непозволенного. Удерживайтесь от бесстыдных взглядов. Что в этом трудного, скажи мне? Что тяжелого? Будьте справедливы, никому не делайте обиды. Ни бедный, ни богатый, ни продавец, ни наемник. Ибо и между бедными могут происходить взаимные обиды. Разве не видите, какие они производят между собой раздоры и все разрушают? Ступай и в брак, имей детей. Сам Павел давал наставление ведущим брачную жизнь и писал к ним. Велик девство подвиг. Высока скала та, так что высота ее близка к небу. И ты не в состоянии подняться до нее. Имей же хотя меньшее и достигни нижайшего. Ты не можешь раздать своих денег. Не похищай же хотя чужих и не обижай других. Ты не можешь поститься. Не предавайся же, по крайней мере, сластолюбию. Ты не можешь лежать на страстниковом ложе. Не устраивай же, по крайней мере, себе одр, обитый серебром. Но уподобляй одр простой и ложе, сделанное не на показ, а для вдохновения. Равно не устраивай одров из слоновой кости. Стесняй же себя. Для чего наполняешь корабль своим несчастным имуществом? Если будешь вести скромную жизнь, то не будешь бояться ничего, ни зависти, ни взоров, ни козни. Ибо ты богат не столько деньгами, сколько заботами. И забилуешь не столько стяжаниями, сколько беспокойствами и опасностями. Я не говорю, прислуживаю больному. Прикажи, по крайней мере, это другому. Видишь ли, как это не тяжело. Иначе, как могли бы так далеко превзойти нас в этом слабые девы? Устыдимся, прошу вас, того, что в мирских делах мы нигде им не уступаем. Не в войне, не в боях, а в духовных подвигах они успевают больше нас. Первыми похищают награду и воспаряют на большую высоту, подобно орлам. А мы, подобно галкам, постоянно находимся внизу, около дыма и чадных паров. Ибо подлинное свойственно галкам и жадным далакам с псам постоянно думать о поварах и приготовлении яств. Послушая о древних женах, то были великие жены, великие достойные удивления, каковы Сара, Ревекка, Рахиль, Девора, Анна. И те, которые жили при Христе, но они никогда не превосходили своих мужей, а занимали второе место за ними. А теперь, напротив, жены превосходят и затмевают нас. Мы занимаем место головы, и уже ли над нами должно держать верх тела? Мы поставлены начальствовать над ними не для того только, чтобы пользоваться правами начальствования, но чтобы перенствовать их добродетели. Ибо начальствующий должен главным образом показать свое преимущество перед другими в том, чтобы превосходить их добродетелью. А если его самого превосходят, то он уже не начальник. Видите ли, какова сила пришествия Христова, как оно уничтожило клятву. Теперь между женщинами больше девственниц, больше у них целомудрия, больше вдовствующих между ними. Ныне женщина не скоро произнесет какое-нибудь непристойное слово. Для чего ж, скажи мне, срамословишь ты? Женщины любят наряды, и это их слабость. Но вы мужи, и в этом их превосходите, надмиваясь как их нарядом, так и своим. Ибо мне кажется, что не столько женщина тщеслается своими золотыми украшениями, сколько муж нарядом своей жены. Не столько гордится он своим золотом и поясом, сколько тем, что жена носит золотое. Таким образом, вы виноваты и в том, так как вы воспламеняете эту искру и разжигаете сей пламень. С другой стороны, такая страсть не столь грешна в женщине, сколько в мужчине. Ты поставлен распоряжаться ее поступками. Ты везде хочешь иметь пред нею первенство. Покажи же и здесь своими действиями, что ты выше страсти к убранству и роскоши. Женщине более извинительно заниматься нарядами, чем мужчине. Итак, когда ты сам не убегаешь этой страсти, то как же будет убегать ее она? Правда, у женщин есть некоторое тщеславие, но тоже и у мужчин. Те склонны к гневливости, и эти также. В чем женщина имеет преимущество, то уже не общий у них с мужчинами. Я разумею скромность, теплоту души, стыдливость, любовь ко Христу. Почему же, говорят, апостол возбранил им учительское седалище? И это знак того, что находится большое расстояние между ними и мужчинами, и что жены имели тогда великий дух. Ибо скажи мне, следовало ли бы приступать женам к этому делу, в то время как учили Павел и Петр, и те святые мужи? А ныне мы дошли до такого зла, что оказывается естественным вопрос, почему жены не занимаются учительством. Таким образом, мы снизошли на степень их немощной природы. Я сказал это не потому, чтобы желал возвысить их, но чтобы возбудить стыд в нас, и нас научить, и побудить к тому, чтобы мы снова приняли предлежащее нам начальство. Не в смысле преобладания, но в смысле попечения и руководства, в смысле преуспеяния в добродетели. Ибо таким образом тело будет иметь приличное благоустройство, когда будет иметь лучшего правителя над собой. И да будет дано всем, как женам, так и мужам, пожить согласно с волей Божией, дабы всем нам сподобиться в тот страшный день милосердия Владыки и получить обетованное нам благо во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Аминь. Аминь.